Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь», подкаст про библиотеки, книги, писателей, русский язык, немного историй и про все, что с этим связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Сегодня у нас в гостях Владислав Максименко, издатель и автор комиксов, писатель, сценарист и продюсер, основатель издательства Wizard Comics. Это издательство выпускает авторские работы, серия книг «3 сентября», комикс-дорамы, космические арт-новеллы, детские шпионские приключения, агенты Фоксла и многое другое. Влад, здравствуйте! Добрый день! Мой первый вопрос будет, может, для вас неожиданным. Вы местный? Да, я с Архангельской области. Вы из Котласа? Я из Котласа, да. Да, для слушателей, кто не из нашего региона. Я просто почему так спрашиваю, потому что, во-первых, когда мы с вами переписывались, вы так сказали, что вы поедете в Котлас, я такая сразу, бэн, звоночек. А потом вы сказали, что вы собираетесь поехать в Севск, а в Севск, это, ну, только местные так говорят, поэтому я сразу вас раскусила. Да, и еще можно по слову грибовница раскусить человека с Архангельской области, потому что только у нас так говорят, оказывается. Да. Везде в России называют это грибной суп, и только у нас это грибовница. Да. Я вот, кстати, знаете, еще что знаю, что козули вот никто не знает. Да, никто не знает, что такое все. Я была настолько удивлена, ну, для нас это обычно козуля. Оказалось бы, мы же не на каком-то отшибе находимся. Да, да, да. Ну, почему-то. Ну, это местная наша просто, да. Да, отлично. Вы человек местный, но перебрались в Санкт-Петербург и теперь живете там, правильно? Да. Расскажите немножко, прям вкратце, об издательстве Wizard Comics. Что вы там делаете, для кого, и как пришла идея вообще создать его, потому что я так понимаю, что это вы создатель. Ну, один из, да. Заниматься комиксами идея пришла в 2017 году. Я хотел реализовываться через издательство, которое есть. Ну, так получилось, что первый это был сайт издательства электронных комиксов. Я нашел художницу, чтобы она могла нарисовать мою историю, и мы вот издавались бы электронно на этом сайте, люди бы читали. Но как только я начал делать, сайт закрылся. Потом я такой думаю, ладно, можно, наверное, издаться на бумаге, естественно. И начал искать издательство. Как раз я переехал в Питер, и вот познакомился с главным редактором издательства SPB Comics. Я начал разрабатывать тему, мы с ним штурмовали всю идею, но потом оказалось, что через полгода, что он закрылся. Опять? Да. И где-то там я уже понял, что, может быть, самому просто надо издаться. Этот долгий путь такой был. Не сразу пришла эта идея в голову. Думали, обдумывали. И я подключил еще одного напарника, с которым мы вот начинали давно еще. Потом он вышел из издательства, и все привело к сегодняшнему. Это вот большая цепочка событий, и много людей участвовало в этом. То есть я не один, я не был никогда один. Ну, был какой-то фрагмент времени, когда я вот просто все один делал. Но в основном все равно у меня есть какая-то команда, и люди, которые даже больше на энтузиазме со мной вот это все делают. Потому что пока что русские комиксы со стороны читателей потихонечку все лучше и лучше становится. В плане того, что вот я сейчас был на Белом июне, да, вот вроде Архангельск. И люди ходят, даже взрослые подходят к столу, там, 40+. Ты им рассказываешь, а у них нету какого-то диссонанса в голове. Они не смотрят на это, как на какое-то создание дьявола там. Непонятно. 40+, это достаточно еще молодые люди. И подходила бабушка, она спрашивала, что вот это за календарь. У нас есть календарь шуточный с Шуфутинским, где все 3 сентября, все дни. И он как пародия на вот эти отрывные календари. И я ей объяснил, она все поняла. Не помню, что она сказала, что-то типа прикольное. Шуфутинского она, наверное, любит, слушала, наверное. Может, она даже и не знает, только потому, что там такая бабушка была за 70 лет, наверное. Но она не с каким-то, не с негативом этим всем. С интересом, с любопытством. Да, у нее еще какой-то дядька подходил тоже в возрасте. Но ему за 50 явно. Или дедушка уже даже ближе к дедушке, наверное. За 60 бы рассказал. И вот мы разговаривали с ним, и он спрашивал, что это такое, что вы делаете вообще. То есть людям просто интересно. Но интересно, знаете, не со злой точки зрения, что вы какую-то фигню делаете. А именно что... А что это у вас такое? Новенькое, непонятное. Новенькое, непонятное. Расскажите вот очень добрый взгляд, на самом деле, на то, что у нас на столе лежит. И такой же дяденька был, только в Москве меня удивил еще. Книжная ярмарка огромная, где есть зона комиксов. И мы там стоим, у нас там маленький вот такой киоск. Точнее, даже не киоск, а стол. И подходит дедушка просто лет 70. Я думаю, ну сейчас просто скажет, что мы к фигней занимаемся, и уйдет. Он такой в костюмчике, классический, интеллигентный, такой очки снимает. И мне говорит, молодой человек, я считаю, что комиксы это вообще лучшее, что придумало человечество. Я такой, че? Дяденька оказался философом с множеством изданных книг. Он бывший преподаватель философии какой-то. Очень такой в своих кругах, видимо, очень известный и очень крутой. Я бы никогда так не подумал, что можно объяснить, почему комиксы это круто. Но он с точки зрения философии и логики идеально расставил это все по полочкам. Я такой, может быть, этого дедушку в рекламных целях использовали бы все издательства, который бы приходил на лекции и рассказывал, что комиксы это какая-то фигня. Это не чтиво для детей и для людей с сомнительными умственными способностями, так скажем. Очень часто как раз вы говорите о том, что все люди подходят, ну, может быть, не все, но большинство подходит позитивным каким-то посылом. Но мы знаем с вами, что у нас в обществе все равно есть такая, в воздухе витает такое негативное немножко отношение к комиксу, что это что-то несерьезное, что это картинки, что это для детей, что взрослые люди вообще этого читать там не должны. Вы часто вообще с таким мнением сталкиваетесь? Постоянно. Это даже есть две вещи, два глубоких заблуждения абсолютно. То, что комиксы это какое-то поверхностное безобразие. И второй тезис в том, что комиксы это американщина. Комиксы это искусство. Что вы отвечаете таким людям, которые с негативом как-то относятся к комиксам? Естественно, я отвечаю, что комиксы не принадлежат кому-то. Это искусство, и оно принадлежит в принципе человечеству. Как нельзя сказать, что живопись принадлежит грекам. Давайте тогда все картины грекам отдавать и не рисовать картины, потому что греки там начали живопись первые, вроде бы, если не ошибаюсь. Как какой-нибудь народ придумал танцевать на праздниках. И давайте им отдадим это все. Не будем танцевать на праздниках. Ну, это такие глубочайшие заблуждения в плане того, что да, Америка в принципе берет все, что ей нравится, и это упрощает и превращает в деньгооборот это все. Ну, потому что у них такая сторона, у них такое мышление. Это абсолютный капитализм. Ты как бы либо принимаешь их условия и живешь с ними, либо тебе это не нравится, и ты делаешь, что хочешь в принципе. Но дело в том, что комиксы это не принадлежит Америке, во-первых, потому что даже если смотреть историю Японии, их манга развивалась параллельно с американскими комиксами. Они пересекались, они друг друга учились. Точнее, больше Япония училась у американцев, в плане там ездили вот эти мангаки и смотрели, что в Америке делаются. И в Америке история комиксов тоже на самом деле как будто вот все думают, что в сороковые годы это все начало выходить, и там все вот так лавиной это все двигается. Это абсолютное заблуждение, потому что в какой-то момент комиксы подверглись жесткой цензуре, и они стали детскими. То есть если смотреть 50-е, 60-е годы, все комиксы стали просто беззубые, именно чтивым для детей. То есть как сейчас, допустим, что если взрослого человека спросишь, то они думают, что комиксы это Дисней вот эти вот про Микки Мауса. Ну, потому что мы это видели вот в 90-е годы. Да, да, а там видели это в 70-е, точнее, это наоборот уже начало меняться. 50-е, 60-е, вот это у них Серебряный век называется, комиксов. И вот когда вот эти люди, которые в 50-е, 60-е были детьми и покупали, читали комиксы, они повзрослели, и у них появился запрос на серьезные истории. И поэтому вот 70-е, 80-е, если посмотреть, там очень много хороших комиксов, комиксов, типа Хранители вышли вот в то время. Это считается одним из эталонов деструкции супергерой. И вот много вещей, колбой вот это все выходило именно в то время. Начало выходить, по крайней мере. В 90-е была проблема то, что чуть не убили рынок перенасыщением, потому что начали клепать вообще все, что, знаете же, что нужен баланс всегда. Плохо, когда недостаточно, и плохо, когда слишком много всего. Именно деньги вкладывались в продвижение. Ладно, когда это просто существует, и люди, если что, покупают. Но, допустим, вот эта вся шестерка художников, которые ушли из Марвел и создали Image Comics в то время, они все на самом деле начали клепать очень много. Перенасытили рынок, я бы даже сказал. У них там толком редакторов не было, они что хотели, то и делали, потому что это их издательство и все остальное. И на момент уже существования какого-то рынка, они чуть не создали прецедент, что многие в 90-е начали банкротиться. И Марвел даже банкротился. Его спасли фильмы, и спасло то, что его Дисней купил еще. Ну вот, кстати, я в библиотеке провожу квизы и готовлю вопросы. И в одном из последних квизов у меня был вопрос как раз про графический роман по Николаю Васильевичу Гоголю. Не помню, какое точно произведение. Но там комикс был 1900, то ли 13-го, то ли какого-то там 15-го, 17-го, 20-го. В общем, очень-очень давно. Конечно, он создан не то, что прямо в России. Его авторы эмигрировали из России и там где-то создали этот графический роман. Но суть-то все равно в том, что это даже у нас было давным-давно. Я, когда готовилась к выпуску, обратила внимание на то, что вышел у вас не так давно сборник, даже два тома сборника арт-новеллы «Максима» на космическую тему. И вот этот сам жанр арт-новелл для меня, хотя я работаю библиотекарем, это что-то такое, о чем я не слышала. То есть арт-новеллы — это что-то новенькое. И когда я начала что-то там смотреть, что чуть ли не вот этот вот сборник, первый-то в мире где-то, я даже такого прочитала. Что за вообще такой жанр арт-новелл? Как он появился? Когда он появился? Где он появился? Он появился на самом деле у нас. То есть вы его и создали? Мы придумали, да. Но это не то, чтобы мы что-то новое создали. Мы, естественно, вдохновились там Ранабе. Сначала начали мы узнавать, что такое Ранабе. А потом поняли, что в Японии Ранабе называют все, что не манго. Там использовали текст. Но мы решили, что если сделать прям какую-то симметрию. Слева всегда комикс, справа всегда текст. И они работают вместе на историю. То есть комикс своим языком рассказывает, визуальным, а текст своим языком. И благодаря этому появился какой-то интересный взгляд. Можно историю рассказывать очень интересно, но вот на стыке вот этих двух языков. Я слушала просто вашу презентацию этого сборника в Санкт-Петербурге. И там кто-то из авторов рассказывал, что картинка – это не повторение вот этого текста, а это что-то плюс. Это часть истории, которая своим визуальным языком рассказывает эту часть просто. Это что-то необычное. И мы сейчас пока столкнулись с проблемой, что люди не совсем понимают, что это такое. Поэтому на фестивалях, да, если ты объясняешь людям, они такие, о, прикольные, могут взять. А вот именно в холодных продажах пока себя показывают плохо. Мы еще выходим на библиотеки. Думаю, что, возможно, в библиотеках заинтересуются, потому что тут космофантастика вроде бы, да, которая. И она такая в атмосфере братьев Стругацких, косморомантизм советский, когда все истории духоподъемные такие, про прогресс, про путешествия людей, куда-то в будущее, вверх, ввысь, вот это вот все вот такое духоподъемное. У нас, кстати, есть такие читатели, которые такое любят. Я вам оставлю, да. И они смогут у вас ознакомиться. Спасибо. У нас библиотека работает с сервисом Литерас Библиотека. Это такая возможность для читателей получать электронные книги бесплатно через библиотеку. Но я что-то зашла вчера, посмотрела, что-то я как-то вас не нашла. Вопрос такой. Вообще, я так понимаю, что вас еще пока там нет. Вы планируете вообще как-то появиться именно в электронных библиотеках? Да. Ну, мы точно в Литерасе появимся, скорее всего, в ближайшее время. И в строках. МТС-строки, да? Да-да-да. Букмейт пока... За Букмейтом очень странная история. У них можно публиковаться либо бесплатно, то есть ты вообще просто публикуешь, ты им ничего не получаешь, либо за гонорар, то есть они сразу покупают. Но они, во-первых, очень жесткие бюрократы, и как бы ответ можно ждать полгода. И они просто скажут, мы с этими ценами не согласны. Ты спрашиваешь, с какими вы согласны? И никакого ответа нет. Они сами не заинтересованы в наполнении контента, и им это все неинтересно, видимо, Букмейту. Может быть, комиксы у них пока не пошли, или что-то еще. Ну, они бы могли так сказать, но они вот просто тянут резину и ничего не отвечают. Поэтому в Букмейте у нас точно не будет, скорее всего. Ну, ждем тогда вас в Литресе. Спасибо большое за наш разговор. И вам спасибо. Очень приятно поучаствовать было. Да, я еще как-нибудь скажу, что у нас в библиотеке есть несколько изданий комиксов Визард как раз. Это две части 3 сентября. Агенты Фоксула. И еще там какие-то. Да, и вот новые. Теперь у нас еще есть новенькие. Спасибо. Мы очень рады. Спасибо, Влад. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ставьте нам лайки, пишите отзывы. И до встречи в новом выпуске. И до встречи в новом выпуске. Продолжение следует...